В Гродненском областном методическом центре народного творчества в преддверии главного христианского праздника открылись сразу две тематические выставки. Одна из экспозиций – это еще и конкурс. В нем принимают участие около 80 мастеров из разных уголков Гродненской области. Всего они представили более 300 своих работ в разных техниках декоративно-прикладного искусства. Можно увидеть на выставе очень много техник, материалов, но еще присвящено святую Великую Дню. Мы видим традиции соломоплетения, традиции вытянутки, вышивки, ткаства, керамика, соломоплетение, лозоплетение. Это тот подморок, который позволяет нам стоять на нашей белорусской земле и заховывать нашу белорусскую историю и культуру. На пасхальных выставках в Гродно всегда можно найти работы Доминики Коваленок. Она народный мастер по изготовлению вербочек – нематериального культурного наследия, включенного в государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии. Я хочу, чтобы это жило, я человек, мне уже 80 лет, и я хочу, чтобы после меня эта традиция народная осталась. Кроме вербочек представлены на выставке также пасхальные яйца, корзинки, открытки и тематические панно. Увидеть все это в областном методическом центре народного творчества можно до 29 апреля. Почти до конца месяца здесь будут экспонироваться и вытянутки Станислава Мулицы. Персональная выставка мастера не случайно работает параллельно с пасхальной. Как раз таки до святого великого дня господине, навык дети вырезвали ферранки, набожники, разные аэропортные вытянутки до белек, до поличек. Коли была галеча, коли не вставало ніяких материалов, то вытянутку навык вырезвали со звичайной прочитанной газетой ножнами, якими стрыгли овечек. Але коли вешалася такая прыгожая, таки прыгожий узор на невеличкой акенции, туда святила Соненька, то на подлозе отбивались просто некие райские узоры, и гэта прыносила свято в дом. Главный христианский праздник уже совсем скоро. Пасху в этом году католики будут отмечать 17 апреля, а православное – 24. Субтитры создавал DimaTorzok